Объясняем, почему богооткровенная Библия сама себе противоречит? Поэтому, люди, становитесь атеистами. Влияние исторического контекста на состав книг однозначно. Если это так, то ни о какой бога вдохновенности уже говорить невозможно. Исана не человеком, ну или допустим, допустим, одним человеком настолько авторитетным. К слову, абсолютно так же поступают и православные сектаборцы из компании Дворкина, критикуя сектантскую литературу. Только меняют вывод. Не становитесь атеистами, а становитесь православными. Ошибка состоит в том, что критикующие понимают религиозные термины, такие как боговдохновенный текст, или слово Божие, или написанное перстом Божьим, не так, как их понимали богословы древности, которые их вводили в обращение, а так, как их понимал крестьянин или сельский поп начала 20 века. Ну или современный интеллигент без богословского образования, но зато наслушавшийся радиовера. А еще современные атеисты часто тупо цитируют атеистов древности. И ретранслируют их ошибки. То есть атеисты ссылаются то на труды Энгельса, то на карикатуры журнала «Воинствующий безбожник». Вместо того, чтобы прослушать в интернете современный курс лекций «Основное богословие» для студентов духовной семинарии и разобраться в христианском вероучении, а потом послушать скандальные новости про церковь, чтобы понять современные проблемы церкви как общественной организации. Христианские проповедники делают такую же ошибку, когда ссылаются на размышления какого-нибудь христианского богослова древности про Библию. И поэтому возникает заблуждение, что раз Библия – это слово Божье, божественное откровение, то Библия – это какая-то типа голубиная книга, которая упала с неба, написана высшим разумом, в ней заключена офигенно мудрая мудрость, но ни один человек не способен эту книгу понять. И только Николай Рерих может ее нарисовать. Вот-вот. А на самом деле был Иисус Христос, который что-то делал и что-то говорил, у него были ученики, если выражаться современным языком, они создали религиозную организацию по имени Христианская Церковь, уставная цель которой – сохранять и распространять христианское вероучение, основанное на своем понимании того, что говорил и делал Иисус Христос, а заодно и что было до Иисуса Христа и как-то с ним связано. И через несколько веков в этой самой религиозной организации была поставлена чисто научная задача из множества существующих на тот момент религиозных текстов собрать сборник по имени Библия, а по-научному – канон книг Священного Писания, чтобы отделить те книги, которые полностью соответствуют христианскому вероучению от всех остальных книг. А те письменные источники, которые не вошли в Библию, называются апокрифы и писания мужей апостольских. Поэтому если кто-то заявляет, что он нашел какую-то новую или секретную главу Библии, которая полностью меняет христианское вероучение, то на самом деле он нашел, скорее всего, хорошо известный и даже изучаемый в церковных учебных заведениях апокриф, который хорошо известен всем интересующимся темой, ну, может быть, кроме того, кто его воспринял как секретную главу Библии, но ничего не меняет в христианском вероучении, потому что он просто текст, в котором содержатся как христианские, так и иноверческие мысли автора этого текста. Да кто угодно мог такое написать и когда угодно. И если этот кто угодно жил две тысячи лет назад, то это все равно ничего не меняет в христианстве. А мне пофиг. А религия, как и все в нашем мире, эволюционирует и постоянно появляется новая религиозная вероучительная литература. И сейчас, чтобы грамотно оспорить какое-нибудь мнение авторитетного церковного деятеля, как современного, так и прошлого, не надо, как раньше, 30 лет жить в монастыре, ничего не жрать, спать на каменном полу, бить поклоны, читать каждый день Библию, а достаточно скачать и изучить материалы по нужной теме и их правильно исследовать и правильно применять. Потому что если просто долго и упорно читать Библию, то можно только выучить ее наизусть, научиться ловко цитировать и похвастаться этим среди своих единоверцев. А предметные знания сами собой не появятся. Поэтому, чтобы понимать религиозные учения, необходимо не только Библия и не столько Библия, сколько разнообразная, научно-популярная и религиозная литература. Кстати, разумный сектант скажет то же самое и про свою духовную литературу. И все межконфессиональные диспуты – это не чтобы кого-то переубедить, а чтобы стимулировать себя и других к изучению своей религии и обмен знаниями. Потому что возможно, что какая-то конфессия более серьезно исследовала конкретный вопрос, который был актуален для этой конфессии, а для другой конфессии актуален не был, и поэтому не исследован в той конфессии. Таким образом, искать противоречия в религиозной литературе бессмысленно. В рамках своей религии все они достаточно хорошо истолкованы и объяснены за века и тысячелетия существования этой религии. А мнение иноверца, который что-то где-то услышал или прочитал, заведомо некомпетентно и неавторитетно. А вот общественно-политическую деятельность религиозной организации исследовать и критиковать можно и нужно. Причем не каким-то особым образом по Библии как-то, а абсолютно так же, как деятельность любой общественно-политической организации. Потому что это не религия, как мировоззрение, основанное на вере сверхъестественное, а что-то вроде использования религии для эксплуатации человека человеком. Но только не подумайте, что мы против чтения Библии. Нет, Библию нужно читать. Но не тупо читать, а изучать как историческую и религиозную литературу в историческом и религиозном контексте. Который, как ни странно, тоже нужно изучать. Потому что каждая книга Библии писалась конкретным человеком в конкретной культурной и религиозной среде и была адресована, как ни странно, своим современникам, а не тем, кто будет ее читать через несколько веков. Собственно, поэтому разные темы по-разному в разных книгах Библии описаны, но их объединяет соответствие одному религиозному учению по имени христианство. Христиане для себя Библию писали, а не для того, чтобы ее использовали атеисты для какого-то познания нерелигиозного. Я православная, я читаю Библию, и мне пофиг. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!